Продолжаем вечер на седьмом. Ильичевский гурсуд Черноморска признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы. Кроме того, суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии организации обвиняемых в массовых беспорядках. Суд также сел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Пасмиченко. Ну и кроме того, показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более в их организации. Нужно добавить, что на сайте Думская дополнили эту новость тем, что пророссийских участников трагических событий в Одессе Сергея Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали. Теперь ими занялась служба безопасности Украины. Сотрудники СБУ и прокуратуры зашли в зал суда, где зачитывали оправдательный приговор, чтобы объявить им о новом подозрении. Журналистов оттуда выгнали и теперь Долженкову и Мефедову инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Эту тему мы обсудим в 7 вечера, ну а сейчас возвращаемся к последствиям трагедии в лагере Виктории. Анна Познякова, депутат Одесского городского совета у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня депутаты Одесского городского совета потребовали отстранить в первую очередь трех вице-мэров и всех, кто имеет отношение каким-то образом к лагерю Виктория. Прокомментируйте, пожалуйста. Действительно, сегодня на аппаратном совещании, к сожалению, не было мэра нашего города, вел его заместитель аппаратное совещание. Я как руководитель фракции в Одесском городском совете фракции «Самопомощь» выступила с обращением к Геннадию Леонидовичу с тем, чтобы, во-первых, он создал комиссию по расследованию, внутреннюю комиссию своим распоряжением. Я сейчас не говорю о том, что мы хотим перенять полномочия следователей. Нет. Те уголовные дела, которые были возбуждены национальной полицией в ночь трагедии по факту происшествия, это дело следователя, мы будем за этим следить пристально. Нас интересуют другие вещи. Нас интересуют, почему многие вещи, которые вскрылись после трагедии... Группу из депутатов, верно? Из кого он посчитает нужным, но создать комиссию, которая бы занималась именно этим расследованием. Для того, чтобы мы получили ответ, я еще раз подчеркну, на многие вопросы. Почему неполадки, о которых говорили уже, как оказалось сейчас, представители МЧС не были устранены? Почему нам рапортовали о том, что там все в порядке? И очень много вещей, которые возникают вообще в ходе обсуждения данной трагедии. Также мы говорили о том, что все эти чиновники, которые так или иначе причастны к строительству этого лагеря, к ведению его в эксплуатацию, к обслуживанию, к курированию, должны быть отстранены от занимаемых должностей. Они не имеют никакого морального права на сегодня находиться в своих креслах. Если, опять-таки, это позиция нашей фракции, если до 20 сентября, до дня сессии, Геннадий Леонидович не отстранит их своим распоряжением, тогда мы, как депутатский корпус, будем вносить проекты решения об отстранении. Что еще хочется сказать? Хочется сказать, что наша фракция «Самопомощь» мы еще с начала года, если помните, и у вас в студии это обсуждали, говорили о отсутствии давления в пожарных гидранах. Ну вы же лично поднимали этот вопрос. Я лично поднимала этот вопрос и на аппаратных совещаниях, и на исполкомах. И я считаю, что нам, как депутатам, удалось добиться немало. Мы внесли изменения в программу в целевую техногенной безопасности, где заложили бюджетные средства на приведение, на ремонт и введение, вот в эксплуатацию этих пожарных водоемов, там, где есть, но не функционировали. А что сподвигло вас в то время так активно поднимать эту тему? В то время я столкнулась с ремонтом школы, которая находится, общеобразовательная школа, которая находится на моем депутатском округе, по которому я баллотировалась. И выяснилось, что пожарный водоем присутствует в этой школе, но он не функционирует. И здесь стал вопрос, а сколько таких еще школ? Потому что в школе, которая вот непосредственно, я занимаюсь проблематикой, учатся порядка 1400 учеников. Вдумайтесь, 1400 человек. Я скажу, что нам озвонили телезрители во время марафона в выходные, и они сообщали с каждым звонком цифру и номер школы, в которой вот нет этих правил и нет воды. И я тогда обращала внимание, я задиктовывала целый список, и этот список, понимаете, он не взят с потолка. Это официальные данные МЧС. МЧС, наверное, порядка пяти лет писала письма в городской совет с тем, что у вас есть нарушение, устраните. И постоянно был один и тот же ответ, денег нет. В этом году, наконец-то, да, мы выделили деньги, но мы как депутаты, понимаете, я считаю, что мы сделали все, что было в наших полномочиях, мы не проконтролировали и не учли только преступной халатности исполнителей. Ваши коллеги назвали причиной всего, что произошло, коррупция и халатность. Вот два основных слова. Я так понимаю, что эта формулировка даже присутствует в письме президенту. Я не знаю по поводу письма президенту. Я сейчас говорю о заявлении фракции «Самопомощь» в части, понимаете, коррупция, халатность. Основная проблема, эта проблема не только для Одессы актуальна, она актуальна, наверное, для всей Украины. Проблема состоит в том, что на ту или иную должность назначается человек не по уровню своих знаний, умений, компетенций, а по уровню деления на своих и чужих. Когда у нас в стране на уровне Верховной Рады меняется законодательство для того, чтобы назначить нужного человека на пост генерального прокурора, то о чём тогда мы можем говорить на местном уровне? Понимаете, эта проблема настолько глобальна, что тут даже не приходится, знаете, мы, к сожалению, вот эта трагедия выпала на участь Одессы, Одесситов. И мне трудно подобрать слова соболезнования родителям погибших детей, но я считаю, что мы из этой трагедии должны извлечь максимальные уроки и прежде всего не допустить её повторения. Для того, чтобы не допустить повторения, мы должны со всей строгостью, с максимальными вверенными нам, как говорится, полномочиями наказать тех, кто допустил эту трагедию. Анна, скажите, вот сегодня была такая новость, что наш уряд в мае снятый мораторий на комплексные проверки детячих садочки, в шкил и инших детячих закладев. Что это за мораторий на проверку? Вот меня удивила эта новость, что было, оказывается, да, на проверку. Ну, это так называют мораторий. Действительно, в 2014 году внесли изменения в закон про местобудивную деятельность, где исключили функции МЧС по обязательной проверке на объектов, любых объектов, при вводе в эксплуатацию. То есть я вам сейчас объясню, что происходит. Любой многоэтажный дом, любой социальный объект, да, в принципе, все, что строится в Украине на сегодня, не подлежит обязательной сертификации в МЧС. Застройщик может по своему собственному желанию пригласить сотрудников МЧС для того, чтобы они обследовали, вынесли свои предписания и по возможности придерживаться противопожарных норм. Но никто на сегодня это делать не обязан. И вот здесь следующий вопрос возникает. А много ли у нас сознательных чиновников, застройщиков? Понимают ли вообще люди, что происходит сегодня вот как бы в этой сфере? К сожалению, не понимают. И поэтому вот, допустим, если сегодня я выступала на аппаратном совещании как политик, да, и призывала привлечь к ответственности именно чиновников и отстранить их от занимаемых должностей, то в субботу я обратилась именно к родителям. К родителям детей, которые учатся сегодня в школах, в детских садах, с тем, чтобы они брали эту ситуацию под свой собственный контроль. Шли в школу и смотрели, есть ли решетки на окнах. Не может быть, понимаете, детский сад с решетками на окнах. Не может быть школа с отсутствием пожарного проезда. Не может быть неработающий пожарный водоем. Не может отсутствовать давление в гидранте. Я понимаю, что я говорю сейчас о таких вещах, которые, допустим, простой обыватель не обращал внимания, не задумывался и не знает, как это проверить. Поэтому я еще раз обращаюсь к родителям. Берите за руку вашего пожарного инспектора, вот за кем закреплен район города, и ведите в школу. И главное, вы имеете на это полное право. Вы имеете на это полное право. Ведите в школу, проведите собрание родительского комитета, обговорите эту ситуацию. Пойдите элементарно, посмотрите, есть ли у вас огнетушители и какой у них срок годности. Анна, а как я могу проверить давление в гидранте? Ну, это, опять-таки, компетенция МЧС. Но вы должны взять за руку этого представителя МЧС. Поверьте, сотрудники МЧС регулярно проводят эти проверки и регулярно направляют свои заключения. Но, к сожалению, их заключения сегодня, согласно действующим нормам, действующим в законодательстве, ограничиваются, и предписания ограничиваются сугубо админштрафом в случае нарушений. Я видела этот ваш пост. Поэтому я вот опять-таки, знаете, хочу продолжить. Мне многие начали возразить, что почему вы перекладываете ответственность с чиновников на родителей. Вы, наверное, об этом хотели спросить. Да, я хотела именно об этом спросить. Я еще раз подчеркиваю, я не перекладываю ответственность. Безусловно, должны ответственность нести те, на кого она возложена. Но на сегодня мы живем в такой стране, я не знаю, за 25 лет была ли у нас такая власть, на которую мы могли положиться. Просто у нас не было настолько вопиющих случаев, которые случились вот в эту субботу. И на сегодня мы должны четко уяснить, что наши дети, кроме нас самих, как родителей, не нужны никому. И только мы, как родители, можем заставить и чиновников выполнять свои обязанности, и сделать максимально от нас зависящие для того, чтобы наши дети были в безопасности. Вот о чем я говорю. Поэтому здесь, как говорится, знаете, все средства хороши. Когда это будет, в одной школе родители потребуют проверки, во второй, в третьей, в четвертой. Вот я знаю, что Максим Степанов, губернатор нашей области, дал распоряжение провести такие проверки по всему городу. Я разговаривала сегодня с сотрудниками МЧС, буквально там сегодня-завтра будет готов график этих школ. И вот тут я еще раз акцентирую внимание родителей. Пожалуйста, когда будет опубликован этот график, посмотрите, в какой день будет проведена проверка в вашей школе. Присутствуйте. Потому что, чтобы не получилось так, что сотрудники МЧС опять укажут на все нарушения, а, допустим, тот же директор школы умолчит они. Кого тогда мы будем винить, поймите? И опять-таки, знаете, здесь можно провести аналогию, когда в 2014 году у нас началась война на востоке нашей страны. И все говорили о том, что у нас нет армии, она не боеспособна, она голая, босса. Никто же не сказал, что это не наше дело. Люди соизмерили масштаб угрозы, масштаб катастрофы, до которой была доведена страна, самоорганизовались и одели, обули эту армию, покупали прицелы, покупали бронежилеты. До тех пор, пока эту функцию, наконец-то, не переняло на себя наше государство и не начало худо-бедно ее выполнять. И сейчас мы контролируем. К сожалению, нужно просто принять тот факт, что на сегодня государство не обеспечивает безопасность наших детей. И точно так же, как три года назад мы оснащали нашу армию, точно так же и смогли это сделать. Так неужели мы не сможем защитить наших детей? Конечно, сможем. Многие или мамочки написали вам лично, требуя помощи? Требуя или прося помощи? Я знаю, что очень много действительно начали родители обсуждать эту тему. Это были репостили и в группы в Вайбере, там какие-то школьные, в Фейсбуке. И ко мне обращались. Много или мало я, давайте, я не хочу оценивать, насколько там много или мало. С чем сравнивать? Я хочу сказать спасибо тем, кто обратился, тем, кто задумался. И я надеюсь, что постепенно, вот знаете, отойдя от этого первого шока, появятся все-таки люди, которые возьмут это в свои руки, которые привлекут таких же родителей, там, других учеников в этой же школе. И все-таки настоят на том, чтобы это все... И будут сами контролировать до тех пор, пока это не станет нормой, пока это не станет, понимаете, чем-то естественным. А на сегодня, на сегодня, когда мы говорим о технике пожарной безопасности, это выглядит как что-то абстрактное. Вот когда я в начале года начинала об этом говорить, это, знаете, была такая тема из разряда, ну вот депутаты, значит, еще тут только об этом не вспоминали. А сегодня мы понимаем, что, извините, не были выполнены просто базовые функции. Давайте откроем Конституцию. У нас, в принципе, государство и все органы исполнительной власти существуют только, как говорится, с одной целью — обеспечить государство, должно обеспечить права и свободу человека. И высшей ценностью, согласно нашей Конституции, является жизнь. Так вот, эти три жизни, если мы не сделаем все для того, чтобы это не повторилось, то тогда о чем мы вообще, знаете, можем говорить, если мы не в состоянии обеспечить базовую потребность наших граждан в безопасности, а самое главное — детей? Совсем скоро нас всех ждет сессия городского совета. Уже есть прогнозы, что она будет неспокойной. Вот перед тем, как вы прокомментируете вот этот тезис, я предлагаю посмотреть, что происходило в субботу на Думской площади, ну а позже разобраться, как пройдет сессия гурсовета на этой неделе. К пяти часам вечера на Думской площади собрались более ста человек. Возле фананных столбов разложили цветы, игрушки и свечи. Здесь около сотни активистов, людей, обычных одесситов и родителей вместе с детьми. Все они пришли сюда, чтобы почтить память погибших. Активисты потребовали, чтобы мэр города и его первый вице-мэр объяснились перед одесситами и пострадавшими лично. Мы хотим очень сильно, чтобы сюда приехала городская голова Геннадий Труфанов, чтобы сюда приехала Зенита Цверенко, профильный вице-мэр, и чтобы сюда приехали люди, ответственные за пожарную безопасность, за контроль, соблюдение законодательства в градостроительной и пожарной сфере. Спустя два часа к активистам вышли Андрей Котляр, заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета, и Дмитрий Головин, начальник нацполиции в Одесской области. Вы понимаете, что вы несете ответственность за конфликт, который тут отбился? Вы особо и ваш начальник, ваш Трухан. До того, что люди просто влаштовали зитнение с муниципальной охороны, с тетушками. Ребята, давайте мы дадим все-таки слово вице-мэру. Начали устанавливать палатку, но наткнулись на противодействие муниципальной охраны и тетушек гражданским. Шанов, успокойтесь. Не надо, не надо, не надо, не надо, разрывают, отбирают. Полиция, вызывайте полицию! Все, вызывайте палатку. Полиция! Вызывайте полицию! Полиция вмешалась после того, как агрессия с палатки переключилась на людей. О-о-о! Пусти! 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 Что же вы делаете? Ну вы такие, представьте, пожалуйста. Пусти! Назад! Назад! Пусти! Пусти! Следующие полчаса активисты и сотрудники муниципальной охраны спорили, не выпуская разорванную палатку из рук. Муниципалы аргументировали свои действия. Это незаконная установка мафа. Это палатка! Это и есть маларкетика. Это немал! Вы, брат, послушай, это немал! Вы хотите установить еще раз? Послушай, вы не моете, не имеете права. Звертайте стул! Пожалуйста, оставьте нашу палатку. Деньги выделены на противопожарные заходы. Шанон, как вас зовут? Евгений меня зовут. Должность? Евгений! Полиция! Заберите Трухановских кредитов! Вы полицейский или нет? Нет, я не полицейский. Через некоторое время муниципалы отступили. Споры и стычки закончились. Активисты организовали официальное гражданское собрание. Выбрали председателя, секретаря и счетную комиссию. Шановная громада, три человека счетной комиссии, секретарь и теперь главная кандидатура – это главующий. Шановная громада, я пропоную себе для того, чтобы провести эти загальные сборы. И мы загальные вопросы сейчас выражим. Я пропоную вынести недовіру, недовіру міському голові. Недовіру міському голові. Это перші питання. Друге питання – провести незалежне, незалежне расследование того, що відбулось сьогодні. Решені вопросы собираються отдати на розсмотрення городської администрації. Це означає, що в принципі, якщо депутати проголосують про це, ми не будемо, скажімо так, будемо чекати нового мера. Я считаю, нам такого мера не потрібен. Около 11 вечера большинство полицейських і части активистів розошлись. Оставшіся принципіально установили палатку і обіцяли стоять, пока їх не примут в городській администрації. Олександр Кац, Ольга Голодова, Евгений Очменцев, Ігорь Казанжи, Седьмой канал. Вот так було неспокойно на Думской в субботу. Нас ждет еще сессія Городського совета. Какой она буде, обсудим через несколько секунд. Ваши прогнозы на сессію Городського совета? Ну, із того, що я вижу сейчас, я думаю, действительно, сессія буде неспокойно. Я знаю, що к половині 10 утра собираються активисты, одесситы. Я не знаю, кількість людей, які будуть присутствувати, але знаю, що будуть люди. Поэтому давати сейчас прогнозы о том, що сессія пройдет спокійно, я не можу. Однозначно, це буде жаркий день. І основне, конечно, буде, наверное, основне внимание буде привлечено к проблеме, случившійся трагедії, безусловно. Але також буде рассмотрено ряд хозяйственних вопросів, як то і ввісну взятию мільярдного кредита Одеським городським советом, і строительство нового мікрорайона, і блок земельних вопросів. І, в принципі, сессія, віпроси достаточно неоднозначні. Ми будемо выступати, ми будемо говорити тих... По тем вопросам, с которими ми не согласны, там, де ми имеємо своє собственне мнення. Потому що, в принципі, при підготовці к сессії йдут засідання депутатських пістоянних комісій. К сожалению, що-то нам удається в чому-то переломити ситуацію на уровні комісії. Кіне-то вопросы остаходяться подвешеними в воздухі. Поэтому посмотрим на сессії, як проголосують депутат. Ну, а я добавлю, що ми будемо транслировати все в прямому ефірі з самого утра, следити за ситуацією в місті. У нас в гостях Анна Познякова, депутат Одеського горсовета. І ми повзвачаємося к темі трагедії Вікторії? Ілі ж будемо обсуждати? Ну, вони непосередньо зв'язані між собою. І у мене є ще одна новість. Прокуратура категорично не згодна з рішенням Личівського міського суду, та готує аполіційну скаргу на виправдовувальний вирок щодо фігурантів з прави Другого травня. Я напоминаю, в 7 вечера ми будемо обсуждати і цю тему. Ваше мнення і ваш ітог всі ситуації. Кто повинен відповідати і як ці люди повинні відповідати? Давайте розділим політичну відповідальність і відповідальність. В рамках відповідальність відповідальність відповідальність, якщо ми за них говоримо, безусловно, яка була бути для лиц, які ставили свої підписи під вводом в експлуатацию, ставили свої підписи при закупці, наверное, матеріалів. Тобто це установить следствие. Я не следователь, але я считаю, що відповідальність відповідальність відповідальність. І в тому числе. Тому що, якщо цього не буде, тоді ця трагедія залишається безнаказанною. Але можна говорити ще шире. Тобто це буде който достатньо небольшой круг лиц. Але є принципиальний момент політичної відповідальності. Тому що, коли ми, як депутати, йдемо на вибори, а городська голова, коли назначає чиновників на те чиїйній должності, ми несем відповідальність перед територіальною громадою за рішення, приняте нами. І політична відповідальність – це не абстрактний звук, не пустой. І ми считаємо, що в цій ситуації ми должны зробити все для того, щоб чиновники, які курировали, а тут, починаючи від вице-міров до, як говориться, простих исполітельних, були відстрінені від займаючих должностей. І навіть якщо вони, як говориться, своїми руками, знаєте, не підключали, не устанавливали проводку в цьому лагері, але, тим не мене, вони курировали, в їх введенні були вопросы безопасності, і, к сожалению, вони зі своїми обязанностями не справились. Я слышу дуже багато мнений, з простих одесетів, і все це сводиться к одному, що примерно через місяць всі об цьому забудуть, пошумят-пошумят, да успокоїться. Як ви думаєте, через місяць всі забудуть? Все зависит від нас з вами, наскільки ми будемо принципіально в своїй позиції, наскільки следствие буде не заангажувано, наскільки оно буде быстрим і объективним, тому що, якщо следствие буде проходити так, як по делу 2 мая годи, тоді ми получим, к сожалению, дійсно, таке ж решення суда, як сьогодні в Іллічівській. А якщо следствие, розумієте важність трагедії для міста, для одесетів і для країни в цьому, все-таки, я думаю, що следователі теж являться і отцами, і матерями, у них є діти, і я думаю, що люди, які хочуть обеспечити безпецість своїх дітей, на всіх уровнях максимально відповідно віднестись к цьому вопросу. Тоді, така ситуація буде просто невозможна в будущем, якщо це, в-первых, буде жістке наказання, в-вторых, неотвратиме. Спасибо вам большое. Анна Познякова, депутат Одесского гурсовета, отвечала на наші вопросы. Минута остається до новостей одесских, ну а напоследок я вам оставляю посмотреть опрос. Ми вийшли на улиці города і спросили у людей, що ж вони думають по поводу цієї трагедії. І сразу же после опроса смотрите наші новости. Ну а после новостей возвращаємося в эту студію. Мне кажется, тут виновата глава нашого города, мэр, потому що, наскільки я помню, він відкривав цей лагеря, він проверяв. І, мені кажучи, він має має дати коментарі, мені кажучи, він має відповідати по всім статтям, тому що це діти. І скільки ще має бути потери на дітських життів, для того, щоб, наскільки почали обращати внимание на безпецість. Пришли проверяючі, їх посадили за стол, угостили, і вони ушли, і все. Як обычно. Він перерезав ленточку, він несет ответственность. Надо було не перерезати ленточку, і все. Я не дивлен, що зараз під мэрию йдет скандал і розбірки, тому що відповідність у нас люди не хочуть нести. Родітелі, що хоронять своїх дітей, це, звісно, велика трагедія, для рідетів, в першу чергу. Все, хто в голові, те, хто давав добро на те відкриття, хто, взагалі, відповідальність. Говорять, що там ще щось іскрило, там, в душе вода іскрила. Це система, да, одні і інших покривають, поэтому, да, тут менять всю систему, тільки таким образом.